Вроде и торжественное построение и ведущий со сценарием, и поздравление от руководства района. А никак это мероприятие не назовешь протокольным. Перед началом детвора не только осматривают старинные средства пожаротушения, но и пробуют себя в роли пожарных, параллельно совершая исторический экскурс. Они монтировались на телегах и довозились лошадьми. Лошадьми. На каретах. Да, на каретах. Наконец дается команда к построению. На мероприятии, приуроченном к дню пожарной охраны и 20-летию пожарной части 235, школьники, как выясняется, главные гости. А потому минимум торжественных речей, максимум песен и полезной информации. Пожарная охрана, горячие сердца. Пожарная охрана, горячие сердца. Естественно, какой праздник без награждения. Свои подарки, медали и памятные знаки получили многие сотрудники 235-й пожарной части. Но официальная часть была недолгой. В этот раз пожарные не тушили, а наоборот, старались побольше разжечь огонь в горящих детских глазах. Начали с простого. Ты его видел, не зевай, и пожарные! А дальше ребят пригласили посмотреть на то, как современные пожарные борются с огнем, и попробовать свои силы на этом поприще. Формат для праздника довольно необычный. Акция, которая называется «Профлэш». Цель этой акции – показать нашу работу, показать работу нашего государственного учреждения, в котором работает более 8 тысяч человек на территории Московской области, и ознакомить наших ребят, детей с нашей пожарной техникой, с мирной безопасностью при тушении пожаров. Одним из самых эффективных номеров праздничной программы стало показательное тушение огня. Пламя вспыхнуло в специальном поддоне, после чего, используя огнетушитель, пожарный погасил очаг возгорания в считанные секунды. Восторгом детворы не было предела. Далее огнеборцы рассказали о технике, которая используется для тушения пожаров. Естественно, по окончании лекции все желающие могли посидеть в автомобиле и почувствовать себя настоящим пожарным. А далее шел рассказ об экипировке борца с огнем. У пожарного, поглядите, имеется воздушный баллон. Чтобы дышать? Да, чтобы дышать. Совсем скоро некоторые ребята смогут примерить на себя эту одежду. А пока восхищенная публика, затаив дыхание, наблюдала за работой пневматического оборудования. На глазах у школьников огромные щипцы гнули и ломали стальные конструкции, как спички. Естественно, вся эта техника существует не за бабы ради, а для спасения людей. Вряд ли об этом задумываются эти мальчишки и девчонки. Но глядя, как ловко обращаются бойцы 235-й части со столь сложным оборудованием, понимаешь, пожарная безопасность в руках настоящих профессионалов. Мы спасали, спасли человека в городе Видное. 28-я часть была на другом пожаре. И что нам одного человека спасли? В том году в Молоково спасли человека. Под занавес мероприятия школьники приняли участие в эстафете. Вот здесь уже можно было почувствовать себя пожарным на 100%. Необходимо было и собрать бронсплойт, и размотать шланг, и даже погасить огонь. Всех финишировавших угостили гречневой кашей из полевой кухни. Подобные мероприятия куда лучше и доходчивее показывают школьникам работу огнеборцев и объясняют опасность неосторожного обращения с огнем. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.